Менюст объяснил большое количество жалоб россиян в ЕСПЧ Менюст объяснил большое количество жалоб россиян в ЕСПЧ 21 РИА Новости, Алексей Витвицкий, здание Европейского суда по правам человека РИА Новости, Алексей Витвицкий, здание Европейского суда по правам человека Архивное фото Москва, 24 РИА Новости Большое количество жалоб в Европейский суд по правам человека против России обусловлено численностью населения. В пересчете на 10 тысяч человек население РФ в 2018 году находилось лишь на 31 месте среди 47 государств членов Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России. Так в Минюсте прокомментировали статистику Европейского суда по правам человека, согласно которой количество дел в отношении РФ, ожидающих рассмотрения, составляет 11 750 это больше, чем в отношении других стран. Так, в отношении Румынии таких дел 8 500, Украины 7 250, Турции 7 100, следует из статистки суда, поступившей в РИА Новости. 13 47 ЕСПЧ представил статистику о работе суда за 2018 год. В министерстве отметили, что количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов Европейского суда по правам человека, в отношении каждой из стран участниц Совета Европы обусловлено, в том числе, численностью населения. При этом РФ занимает первое место среди европейских государств и значительно опережает их по этому параметру. Согласно отчету Европейского суда по правам человека, в 2018 году в пересчете на 10 000 человек население России находилось лишь на 31 месте по количеству жалоб среди 47 государств членов Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Именно этот показатель следует считать объективным, говорится в сообщении ведомства. Российский Минюст между тем отмечает, что необходимо учитывать, что свыше 90% жалоб, поступающих в Европейский суд по правам человека, отклоняются или признаются неприемлемыми по различным основаниям. Соответственно, само по себе количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов Европейского суда по правам человека, не может использоваться для формирования каких-либо выводов о состоянии правозащитной обстановки в государстве, добавили в Минюсте. 19 января, полночь 46 юристы пришли к выводу о несоответствии решений по Сеуставу Совета Европы в отдельном приложении по нарушениям статей Европейской конвенции по правам человека. В 2018 году отмечается, что всего в адрес России было вынесено 248 решений. Из них 238 решений с нарушением хотя бы одной статьи конвенции. Чаще всего нарушалась статья А3, запрещение пыток, 99, статья А5, право на свободу и личную неприкосновенность, 99, статья А13, право на эффективную защиту, 67 Европейской конвенции по правам человека. В адрес Турции было всего вынесено 146 решений, из них с нарушением одной статьи конвенции 140. Анкара чаще всего нарушала статью, обязанность уважать права человека, статью 6, право на справедливое судебное разбирательство, статью 10, свобода выражения мнений. В отношении Украины было вынесено всего 91 решения, из них с нарушением конвенции 86. Чаще всего ЕСПЧ отмечал нарушение статьи 5, право на свободу и личную неприкосновенность, 45, статьи 6, право на справедливое судебное разбирательство, 41 и статьи 13, право на эффективное средство правовой защиты, 37.